Не доехали накануне из-за резкого торможения троллейбуса два пассажира получили травмы пожилые мужчины и женщины с многочисленными ушибами доставлены в больницу о безопасности в общественном транспорте мы решили поговорить с экспертом студии на московской юристом виталием крикуном ну а рядом со мной журналист Екатерина Саевна Кать вот кто следит за безопасностью в автобусах и троллейбусах это задача водителя но любой пассажир является его главным контролером и первое на что стоит обратить внимание если у транспортной компании страховка за причинение тяжкого вреда здоровью и жизни в каждом автобусе должно быть объявление с указанием адреса и телефона страховой компании если же этого нет вы вправе обратиться в автоинспекцию и штраф за это предусматривается до 30 тысяч рублей виталий алексеевич ну вот например несчастный случай уже произошел травма получена что вот в этот момент нужно предпринять водитель обязан остановиться и не предпринимать никаких действий кроме как сообщить свою транспортную организацию случившимся позвонить в гибдд и сам он должен позвонить скорую помощь сейчас во всех автобусах размещены телефоны горячей линии вот насколько ее работа эффективна горячая линия это возможность пожаловаться на водителя напрямую в транспортную компанию я общалась с руководителем подобного предприятия действительно водители которые на которых есть жалобы вызывают на ковер в неделю таких набирается около 15 человек с ними проводят беседу иногда штрафуют и как утверждают перевозчики в месяц увольняют даже примерно двоих водителей ну а вот что считается нарушением например если водитель курит курение в общественном месте запрещено а значит водителю этого делать нельзя но по факту мы видим что водители не отказывают себе в сигаретах но это связано с тем что административного наказания то есть штрафа за это еще нет а за что еще можно привлечь водителей какие у него есть обязанности лучше узнать у нашего эксперта если водитель разговаривает по телефону то штраф полторы тысячи рублей если водитель допускает оскорбление в отношении вас то штраф до трех тысяч рублей если он хулиганит то есть нарушает общественный порядок и выражает явное неуважение ко всем пассажирам то штраф может достигать тысячи рублей понятно что подобные нарушения можно заснять на камеру своего мобильного телефона но чтобы гарантированно наказать водителя нужно все-таки еще заручиться поддержкой двух свидетелей спасибо о безопасности в общественном транспорте мы говорили с экспертом в студии на московской юристом виталием крикуном и корреспондентом екатериной савиной а а Продолжение следует...